приветствую вас друзья инвесторы на канале про инвестиции в казахстане сегодня я собрал немного информации про дивиденды казахстанских компаний самых крупных разумеется которые мы с вами можем покупать на кассе и которые выплачивают дивиденды потому что уже начинается принципе дивидендный сезон скоро будет собрание акционеров где будет принято решение о распределении чистой прибыли виде дивидендов но в текущей ситуации конечно же спрогнозировать точно какие компании выплатят а какие нет невозможно что все мы знаем какая сейчас ситуация происходит мире тем не менее примерные цифры я постараюсь озвучить исходя из той отчетности которая была представлена для нас с вами которую мы с вами можем посмотреть тоже я предоставлю эту информацию сейчас видео также и попробуем примерно предположить какие дивиденды на с вами могут ожидать если компании все же будут выплачивать эти дивиденды но обо всем сейчас более подробно сами разберем но если данный формат и тема вам интересно можете уделить всего 5 секунд для то чтобы подписаться и нажать на колокольчик чтобы не пропускать все новые видео ну вот сейчас я нахожусь на сайте кассе разумеется здесь мы с вами можем посмотреть на наш индекс на разумеется сейчас мы видим что он пошел в боковик но в принципе почему такая низкая ликвидность такие малые обороты почему казахстанский рынок не очень популярный об этом я уже готовлю к раз новое видео скорее всего постараюсь на выходных уже его сделать соответственно расскажу какие причины влияют на это почему наш рынок такой не популярны можно сказать почему вообще инвестиции в кастане это довольно таки такая тема не популярные закрытая и много мало людей точнее ими интересуется сегодня нас интересует именно дивиденды ну и первая компания с которой хотелось бы начать это компания казах телеком то есть это наш местный оператор можно сказать по большей части даже монополист на нашем рынке тем не менее он тоже выплачивает дивиденды хотите дивиденды относительно стоимости акции довольно таки небольшие тем не менее многие заинтересованы покупки этой компании надеюсь на то что компания будет активно развиваться и приносить не только в виде дивидендов прибыль но и также на росте компании то есть за счет роста котировок самих бумаг сейчас вышла информация что 29 апреля состоится годовое общее собрание акционеров то есть главное что будет утверждать на этом то есть повестка дня это годовая финансовая отчетность компании за 2021 год то есть о порядке распределения чистой прибыли компаний и некоторый вопрос совета директоров то есть для нас самое интересное это то что будет порядок распределения чистой прибыли и вот что по некоторым данным по тем отчетам которые мы с вами можем посмотреть то есть сейчас например вознаграждение акционеров казах телеком может составить 2420 тенге на акцию это рост плюс 40 процентов год году если разумеется на это направят 30 процентов от чистой прибыли то есть при условии направлении 30 процентов мы сможем получить дивиденды в районе где-то 2420 тенге но принципе относительно стоимости акции более 30 тысяч то есть дивидендная доходность довольно-таки низкая в принципе она все равно как бы многие как бы ждут эти дивиденды и держат в своем портфеле акции казах телекома ну вторая компания это каза там пром то есть в последнее время мы с вами видели бешеный рост на стоимость урана разумеется также на акции каза там промо который в принципе от своих локальных максимумов обвалились довольно таки хорошо и сейчас торгуется где-то в районе 15 тысяч в принципе тоже довольно таки по моему личному мнению очень дорого относительно той выручки чистой прибыли которые она по-прежнему генерируют в принципе не особо изменилась но 16 марта принципе мы получили уведомление о том что они опубликовали данные то есть примера картина вот так то есть выручка да она подросла на 18 процентов то есть прибыль тоже выросла на 1 процент относительно 2020 года скорректированная прибыль она выросла практически на 10 процентов что в принципе да говорит о том что компания заработал чуть больше но все это связано как раз таки с ценами на уран на же с вами в принципе касается сейчас данный момент главное это дивиденды которые каза там про может выплатить в этом году то есть дивиденды казан атом промо могут достигнуть 586 тенге за одну акцию рост на один процент всего при условии что направят 70 процентов от чистой прибыли то есть 586 тенге при стоимости акции практически 15 с полуны тысяч тенге то есть принципе на дивиденды я думаю здесь особо обращать внимание не стоит потому что дивиденд доходность очень низкая получается ну и принципе и принимать решение о том как бы покупать не покупать принципе я согласен что будущее возможно за атомной энергетикой но в данный момент при условии таких цен на энергоресурсы такие как газ и нефть и разумеется пока ее будут кажется отодвигать третья компания это халык банк разумеется то есть наш крупнейший банк который принципе если сравнивать то можно сравнивать со сбербанком российским принципе по отчету да мы видим что отчет довольно таки в принципе нормально адекватным то есть можно посмотреть что прибыль до налогового обложения тоже подросла чистая прибыль и разумеется тоже относительно прошлого года выросла но была такая мысль что совет директоров халык банка не знаю точно не точная информация рекомендовал пока не выплачивать чистую прибыль то есть в дивиденды за 2021 год в принципе все это конечно же будет приниматься на собрание акционеров о дате пока еще не сообщалось пока я не нашел информации если вы нашли и напишите в комментариях разумеется и что касается карастки дивидендов народный банк по итогам года может выплатить 21 и 1 тенге на одну акцию рост дивидендов составляет практически 17 процентов по отношению к прошлому году но при условии выплаты 50 процентов от чистой прибыли 21 и 1 ранее заявляли 21 и 6 прогнозные дивиденды то есть пока это не точная информация то есть это прогноз согласно отчету который был предоставлен разумеется как будет выплата будет ли она вообще и в каком объеме это мы с вами узнаем после заседания совета акционеров у следующая компания так а стран соев в принципе это компания который занимается не добыча а именно перегоном нефти то есть она поставляет нефть по трубопроводам также обслуживать ее занимается доставкой воды и так далее в принципе нас сейчас интересует именно отчет то принципе чистая выручка составила 238 миллиардов что на 1 и 2 процентов чуть больше 2020 года но чистая прибыль и по итогам упала на почти десять процентов это принципе говорит о том что скорее всего дивиденды будут ниже чем мы прогнозировали до этого в районе 130 и 140 тенге а а также 12 апреля состоится заседание но будет только то есть избрание совета членов совета директоров то есть по дивидендам пока информации еще не было скорее всего это будет на следующем заседании уже оговариваться что касается дивидендов кастронсойл принципе учитывая то снижение которое мы с вами видели в чистой прибыли ожидается предварительный прогнозный дивиденд в 120 тенге снижение по отношению прошлого года составляет 9 процентов и при условии что направит 91 процент от прибыли то есть да здесь немного мы можем увидеть снижение разумеется на собрание акционера будет принято окончательное решение и там мы с вами уже увидим точный размер дивиденда ну еще одна компания которую хотелось бы тоже разобрать это компания кигок она платит дивиденды два раза в год за первые полугодия уже были выплачены дивиденды там по в районе 75 тенге на одну акцию было а сейчас вот ждем уже вторую выплату скорее всего летом будет вторая выплата а динамика в принципе мы сами видим да принципе она там скачет в каком-то боковике но эта компания такая то есть более защитная бумага из коммунального сектора то есть она в принципе не сильно подвержена каким-то колебаниям потому что это компания который занимается поставкой электричества по всему казахстану разумеется все что у нас работает все работает на электричестве а тем более майнинг последнее время к нам тут перебрался да с вами и что можно сказать по дивидендам за второе полугодие то здесь кигок может направить на выплату 66 и 4 тенге на одну акцию то есть разумеется это уже говорит о снижении на 11 процентов при условии выплаты 70 процентов от чистой прибыли то есть кигок за этот год немного снизил дивиденды видимо с этим было связано то что были капитальные затраты кое-какие у них отдельно хотелось бы конечно затронуть еще и банк каспия разумеется они тоже вот 25 марта было заседание акционеров где было принято решение о том что осуществить выплату дивидендов по простым и привилегированным акциям банка за 2021 год в размере 2700 тенге на одну акцию а принципе каспий банк он по моему выплачивает квартально то есть каждые три месяца дивиденды но как я так полагаю общая выплата составит за 2021 год где-то в районе 2700 тенге посмотрим конечно если будет какая-то новая информация я постараюсь как бы вас держать курсе разумеется ну вот такие вот были принципе новости по дивидендам это конечно же все прогнозные дивиденды все будет принято в ближайшие месяцы на заседании совета заседание акционеров разумеется и там мы с вами уже точно узнаем какие будут дивиденды и будут ли они вообще возможно какие-то компании как по примеру российские компании многие отказываются от выплаты дивидендов в этом году если видео было вам интересным полезны можете поставить лайк подписаться на канал и пишите комментарии я желаю всем удачи и помните что дорогу осилит идущий